Одного из подписчиков поступил вопрос, что такое уран и почему он радиоактивен? Вот я в общих словах попытаюсь об этом рассказать. Прежде всего уран это элемент таблицы Менделеева номер 92 с атомным весом 235-238. Это металл серебристого цвета, довольно тяжелый. Он распространен у нас по земной кореи довольно широко, даже больше чем золото, но добывать его довольно сложно, потому что он как бы рассеян по земной кореи, нет таких определенных киплозалежей. Уран 235 и 238 это один и тот же элемент, только отличается по атомному весу. Сам немножко больше нейтронов ядре, но это не важно, это отдельная тема. Этот уран добывают, это урановая шахта есть. 238 уран практически не радиоактивен, то есть он очень безопасен. Его у нас в природе где-то 90 процентов, даже больше, а урана 235 это около всего одного процента. Вот этот 235 уран, он радиоактивен, даже больше чем 238, то есть тот вообще практически или очень слабо радиоактивность вообще отсутствует. Кстати радиоактивен не сам уран, а продукт его распада, то есть это газ радон и ради. Вот они действительно, они излучают альфа, бета, гамма частицы, рентгеновское излучение и вызывают вот эту самую лучевую болезнь, как называют рак крови. Но это не рак на самом деле, это лейкемия и лейкоз, то есть поражение кровотворных органов. Почему же уран радиоактивен? Ну во-первых, что такое вообще радиоактивность и радиоактивность вот этих тяжелых ядер. У урана очень большие и тяжелые ядра, они нестабильны. Но это по ядерным меркам, конечно, тяжелые. То есть эти большие ядра, они неустойчивые и могут самостоятельно, спонтанно распадаться на две части. И когда эти ядра распадаются, эти тяжелые ядра, выделяются нейтроны. Вот эти нейтроны могут бомбардировать следующие ядра, потому что в куске урана нет гигатов. И когда вот эти нейтроны попадают в следующие ядра, начинается вот эта самая цепная реакция, которая может, если она неконтролируемая, она может привести к этому ядерному взрыву. Но нам, конечно, ядерный взрыв не нужен, а вот в ядерных реакторах применяется вот этот самый уран-235, который более радиоактивен. Его можно применить в ядерном реакторе. И для того, чтобы его получить, применяется так называемое обогащение урана. Что это такое? Это из одного из изотопов, от 238-го турнир радиоактивен, делают другой изотоп. Это длительный процесс, химико-физический процесс. Существует даже целая завода по обогащению урана. Там применяются различные способы, но это уже тоже отдельная тема. И вот этот уран обогащается до 25 примерно процентов. И вот уже этот обогащенный уран и применяется в ядерных реакторах. И там вот эта вот цепна реакция, она не приводит к взрыву, она контролируемая. А вот то, что остается после обогащения урана, так сказать, в отход вот этот вот. Вот это есть обедненный уран. Там уже очень низкая радиоактивность, но его пока не знают по-клюшски куда девать, как-то утилизировать. Могут как-то его перерабатывать, но пока он находится в подземных хранилищах. А вот уран-235 обогащенный, он используется в ядерной энергетике, вот в этой самой АЭС. И как же вот этот ядерный реактор работает? Вот этот вот уран, он находится в таких цилиндрах, которые погружаются в вот этот реактор. Это огромная емкость, очень прочная, с толстенными стенками. Она охлаждается водой, ну которая потом превращается в пар, пар вращает турбины, ну как в других электростанциях. Но для того, чтобы эта реакция не привела к взрыву, чтобы она была контролируемой, используются так называемые бора-графитовые стержни, которые в этот реактор опускаются на определенную глубину. И чем они глубже опускаются, тем медленнее протекает вот эта реакция. Потому что графит либо тормозит, либо поглощает вот эти быстрые нейтроны. Если их поднять, то реакция будет быстрее протекать. То есть мощность реактора увеличивается, он сильнее нагревается. Если его опустить, эти стержни, то реакция замедляется. Но полностью опустить нельзя, то есть полностью гостить из реактора нельзя. Потом его никогда, ну очень трудно запустить или вообще нельзя запустить. И потому вот эта вот реакция, она контролируется. И считалось раньше, что вот эти ядерные электростанции, атомные, они вообще безопасны. То есть они, во-первых, экологичны. То есть выпускают только пар в атмосферу. Никаких парниковых газов, там углекислого газа, цернистого и так далее. То есть вроде как бы они атмосферу не загрязняют. Потом они очень экономичны. То есть из куска урана, где-то с куриное яйцо, можно получить столько же энергии, сколько из 8-10 тонн угля. И потом, естественно, первое на место занимает меньше это. И там персонала меньше. То есть вроде как бы это просто другой чайник. Считалось, что вообще-то ядерная энергетика, она безопасна. Но после того, как у нас произошел взрыв на Чернобыле, на эту тему стали люди задумываться. Что там произошло? Там вот эта самая реакция вышла из план-контроля. То есть реактор перегрелся и взорвался. Там фактически ядерного взрыва не было. То есть взорвался реактор, взорвался там водород. Загорелись графитовые стержни. То есть вот эта самая вся плазма, она вырвалась снаружи, километровый там столб радиоактивный. Вот это есть книга, я читала эту книгу, называется «Ядерный загар». Это Григорий Медведев, он ликвидатор. То есть он описал это все как было. То есть это было все на его глазах. И как эти пожарники тушили этот радиоактивный пожар, они не знали, что это радиоактивный пожар. И сколько там погибло людей еще до сих пор конкретно, ну пока там может быть и замалчиваться. Но погибли тысячи людей, вот эти ликвидаторы и те, которые наблюдали за этим взрывом, за этим пожаром. И вот почему «Ядерный загар» он назвал эту книгу? Потому что при начальной стадии лучевой болезни кожа как бы немножко такая делается смуглая. И вот там река, недалеко от Припяти. И вот даже эти рыбаки там, которые рыбачили, смотрели, вот там что горит, вот там пожар. Но сначала ведь не знали, что он радиоактивный. И некоторые удивлялись, вот я вот на солнце было не сильно много, а что-то загорел. Это первая стадия лучевой болезни. Потом это очень мучительное состояние, умирая за несколько дней, несколько месяцев. Даже вот в этой Припяти там не сразу началась эвакуация. Там была пермайская демонстрация. Об этом не сообщали людям. Только потом, где-то через два дня начали эвакуацию. Но это отдельная большая тема.